В Екатеринбурге минутой молчания и возложением цветов почтили память воинов-интернационалистов. Традиционный митинг 15 февраля в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, состоялся у мемориального комплекса «Черный тюльпан». От имени членов правительства нашего региона и губернатора Свердловской области его заместитель Павел Креков поблагодарил тех, кому посвящено мероприятие, и отметил, что ветераны-интернационалисты являются продолжателями славных боевых патриотических традиций нашего Отечества. Он также подчеркнул, что это настоящие защитники Родины, и выразил надежду на то, что их усилия по защите интересов России, защиты чести нашей страны в горячих точках планеты, станут примером для молодежи, для тех, кто только вступает на жизненный путь. Как бы невысоко, может быть, пафосно это звучало, но на самом деле страна держалась и держится на ваших плечах. Да, у нас замечательные ветераны Великой Отечественной войны, у нас славное поколение минувших десятилетий, но времена идут, и то, что сегодня у России есть защитники, сегодняшние защитники, это просто счастье и гордость для Родины. Огромное вам спасибо за то, что вы сегодня защищаете Россию. И то, что происходит сегодня в Сирийской Арабской Республике, это доказательство того, что герои были, есть и будут. Отметим, что в Свердловской области проживают более 35 тысяч ветеранов интернациональных конфликтов, около 5 тысяч инвалидов боевых действий, порядка 4 тысяч членов семей погибших бойцов. Мы выполнили свой воинский долг, мы вернулись на Родину. Но мы прекрасно знаем, что и сейчас неспокойно в нашей стране. Много в кавычках друзей, которые предпочитают из-под тяжка подлезть к России. Но у них это не получится. Дорогие боевые друзья, мы как никогда должны сегодня, сейчас объединиться вокруг нашего национального лидера, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, вокруг нашего областного лидера, губернатора Свердловской области Куйвышева Евгения Владимировича, чтобы продолжить тот курс, который направлен на боевое обеспечение наших вооруженных сил. Также 15 февраля в рамках проведения месячника защитников отечества Свердловская областная общественная молодежная организация Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» совместно с региональным отделением поисковое движение России в Свердловской области организуют патриотическую акцию «Дорога к обелиску. Пост номер один». Ежегодно в этот день в 27 муниципальных образованиях Свердловской области, в числе которых Екатеринбург, Рамиль, Верхняя Пышма, Лапаевск, Серов, Наш Артемовский и другие, отряды почетных караулов несут вахту памяти у памятных досок мемориалов, посвященных подвигу погибших в боевых действиях воинов. Проходят митинги-рэквиемы с возложением цветов к могилам погибших и уроки мужества. Те события, которые прошли 28 лет назад и навсегда остались в нашей памяти, я хотела бы привести вам четверостищие, которое тоже запало мне в душу. Из Мазари ушла последняя колонна, и над холмом осела тишина. Один приказ для всех – дойти до Хайратона, где сразу за мостом закончится война. Для всех наших россиян, для всех нас словосочетание «воины и афганцы» говорит о многом. Это символизирует мужество, стойкость, патриотизм, воинское братство. В Свердловской области прошло множество мероприятий в память о погибших воинах. Важнейшей из миссий является воспитание чувства любви к родине у подрастающего поколения. Так, в ноябре 2016 года в Свердловской области состоялось памятное мероприятие для матерей, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении воинского и служебного долга. Участниками встречи стали более 500 человек. Добавим, что в нашем регионе в полном объеме осуществляется социальная поддержка членов семей погибших защитников Отечества. Что касается нашего муниципалитета, то ни главы Артемовского городского округа, ни его заместителя по социальным вопросам, ни председателя городской думы по совместительству секретаря местной ячейки «Единой России», то есть, по сути, верхушки муниципальных властей, на митинге, посвященном этому событию, не присутствовало. Возможно, это связано с какими-то объективными причинами, а может быть, у нового руководства округа пока еще нет опыта в планировании рабочего графика. В любом случае печально, что главные представители местной власти обходят вниманием тех, кто в свое время уходил из абсолютно мирной жизни на самую настоящую войну. Существует мнение, что именно наши воины-интернационалисты подарили стране дополнительные 10-15 лет относительной стабильности. Мы видим, что сейчас творится в Афганистане, который стал базой для тренировок боевиков, и точка импорта в Россию и близлежащие страны тяжелых наркотических веществ. Именно с этим там боролись наши воины, которых с каждым годом, как и ветеранов Великой Отечественной войны, становится все меньше и меньше. Проявление уважения к этим людям – это самое малое, что мы можем им подарить. И когда на это не находится времени у тех, кому артемовцы доверили управление нашим муниципалитетом, то сразу возникает неприятный осадок. А подрастающее поколение видит пример того, что, в общем-то, и не обязательно благодарить тех, кто в разное время защищал свою родину. Возвращаясь к самому митингу, отметим, что отдельные представители местной власти там все же побывали. О том, как в Артемовском городском округе отметили 28-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана, вы сможете узнать в нашем отдельном сюжете.